Субтитры сделал DimaTorzok Озерчел, спасибо за стубицу Бьорн вернулся, и почему-то Бьорн не смог настроить камеру Гейм-директро, нормально, кстати Список моддеров, конечно же, анонсируют Коммунити-менеджер Руси Приветствовали отдельно Клайда, который не только теперь модератор, так еще и русский комьюнити-менеджер Продолжение следует... Всем привет Всем привет Вот это... Это дропфрэм или просто я? Все у них проблемы с дропфрэмом Они в 10.80 начали стримить, раньше у них, по-моему, только 720 было Ну, мы попробуем исправить это В любом случае, давайте посмотрим на то, что происходит Так, новости и анонсменты Да У них есть сейчас 9 новых моддеров, которые как бы пока что еще рассматривают Ммм То есть они на этом... Как это называется-то? Боже Короче, их еще тестируют пока что, им вроде как звезды выдали типа в стиме или типа того Или наоборот, до того, как выдадут, они пока что будут тестить, как они будут работать Небольшое обновление по дорожной карте Для консолей Вот упомяция Наоборот, до одного из таких моддеров Это был наоборот И это был наоборот Прямой наоборот Это было бы очень много вновлено Уговорно Для людей, кто не знает, там есть Умм Мы не можем просто включить Влеп 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 В общем, у них на Xbox на несколько минут появилась новая DLC на главу, 1.6.9, соответственно, Охотница. Ну, в общем, они уже передали DLC в Microsoft, чтобы они подключили его на Xbox, ну и, соответственно, в Sony, чтобы на PS, на консолях, на всех выпустить DLC-шку. Вот, и потом сразу же DLC хэллоуинская, тоже в августе. То есть в этом месяце должна выйти и новая глава, и хэллоуин на консолях. А потом еще и Charity Case, который еще и на ПК пока не вышел, но... Со Steam'ом работать гораздо проще, чем с консолями. PC Master Race. Хэштег. Так, она ПК. Charity Case. Самый ближайший, потом доктор. Потом софт-баны. Еще индикатор пинга в игре тоже когда-нибудь в ближайшее время. Ну, пока что по очереди Charity Case. Обновление доктора. Собственно, ничего с прошлой недели не изменилось. Дорожная карта все та же. Ну, и обновление с баджиками, изменение системы очков. Да. После судьбы. А потом, соответственно, контент. О. Те, кто увидели ачивки в Steam'е, не паникуйте. Типа, внезапно новая глава не выйдет. Нет, сейчас прям. Вот этот вот контент, а это, скорее всего, новая DLC, следующее, вот этот вот контент, это будет после того, что идет перед ним, соответственно. То есть, начали Charity Case, доктор, баны, Quant of Life, улучшения и изменение системы очков в игре. Дейлики переделали, и, да, больше блатпоинтов всем. Да, на консолях тоже, кстати, выйдет, кто играет на консолях. Больше бипишек за осколки, 200 тысяч, соответственно, за повторный перк, и больше бипишек за квесты, тоже на консоли придет, как только они, соответственно, постараются как можно ближе ПК подойти к тем же патчам, что сейчас выходит на ПК. И да, офферинги, которые люди получили, должны получить на консолях, да, офферинги, которые люди должны получить на консолях, это Бладипати, Пудинги, короче, на 100%, оно придет на консоли тогда, когда выйдет на консолях, соответственно, Lullaby for the Dark, когда охотиться, выйдет голо. Вместе с этим выйдут и новые офферинги, ну, новые слош-тары. Офферинги, это бесплатно, это будет же самое на двух сторонах. Хорошо, так, думаю, мы можем перейти к топ-5 багов на ПК на консолях сейчас. Самая критическая потеря прогресса. Топ-преалитет вообще. Изменения матчмейкинга, также они теперь одинаковые, что на консолях, что на ПК, потому что они поменяли, ну, теперь матчмейкинг идет через их серваки, через бэкэнд, что на консолях, что на ПК. Вот матчмейкинг всегда рассматривается, и вот как его улучшить. Мы, кстати, имеем специфические случаи, которые мы смотрели, в том, что этот пункт не вышла, и это причина, почему. Да, да. У нас есть что-то, которое появляется, которое может изменять немного, все, и после этого появления, которое вы не увидите, но мы знаем, что это происходит, тогда я буду постать вопросы о том, как, «Эй, как в этом матчмейкинге?» В общем, она хочет создать тему на форумах по поводу матчмейкинга, как только там ведут определенное большое изменение. и она пишет об этом, то, что там, типа, «мы сделали там какие-то изменения». Напишите, как у вас все работает вообще. Дисконнекты и вылеты, соответственно, постоянно так же над этим работаются. Сейчас подведется. Иногда игра просто остановится, и мы не знаем, почему. Так, несколько людей получают это. У нас есть краши, которые могут быть связаны к графическому GPU-сетапу. Так, мы смотрим на все эти. Это бейн для разработки для компьютера. Это очень круто, потому что вы можете делать практически что-то, что вы хотите, но есть так много комбинаций с хардвером и софтвером. Люди с тем самым хардвером, но разные драйверы сетапа рассмотреть. Да, мы говорим о том, и, конечно, софтбаны на людей, которые сами дисконнектятся из игры специально, чтобы там не терять, например, шмотки. Мэтт кушает что-то вкусное. Ошибки с сохранением игры и так же. Так что, 5 топ-багов. А, топ-5 багов. Потеря капель маньякам, когда сурвы вылетают. В следующем патче это исправят. Если кого-то так важны ваши капельки на убийцах, пожалуйста, вы не будете их терять, когда сурвы вылетают. Конечно, это не точно так же, но для того, чтобы университетов и университетов, это должно быть так же. Если вы нестанавливаете, а вы выстреливаете кабель, или вы выстрелите матч и оставите в центре, результаты должны быть так же. Вы должны потерять свои имена, вы должны не получать пункты. Асиллум-эксплойт в следующем патче будет решено. Хост в СВФ вылетает, рассматривают. Также исправлен какой-то эксплойт на Кротусе. Не знаю, что за эксплойт. Это в СВФ вылетает, рассматривают. Предметы на диск... Во время вылета, типа, они не так работают. Ну, типа, теряются, или что-то типа, наверное. И медсестра, телепортирующаяся в подвал. Тоже не знаю, как это... Что там за проблема, но... На Кротусе с эксплойтом в будущем будут банить... Людей, которые доказано, что они это делают, что они знают, что они делают, и зачем. Я не знаю, что за эксплойт на Кротусе, и они особо не объяснили. Там что, опять в стены можно заходить, или что? Ну, если будут похожие баги, наверное, и когда софтбаны появятся, если люди будут использовать всякие эксплойты такие, то... За это можно будет выпадать баны, если специально, если будет доказанка. Там залезать можно кое-куда, бус-окна... Ну, в общем, я не знаю, что там, ребят, но для тех, кто этим занимается специально, они будут получать, типа, софтбаны. Что такое эксплойт? Ну, блин... Использование какого-то бага игры в своем, там, в общем, в свою пользу. Планируете ли вы банить за фейс-кемпинг? И это обсуждали с моддерами. За фейс-кемпинг нельзя забанить. Если вы человек, который системно зафейс-кемпинге всех, с пруфом, всегда, или если вы человек, который таргетит одного специального человека, то это называется грифинг, и это будет... Да. За грифинг могут банить. Если вы специально фейс-кемпите каждого игрока в каждой игре, или вы фейс-кемпите одного конкретного игрока в каждой игре, попадаясь против него, за это можно будет забанить, это можно будет считать грифингом. Вот так вот. Да, за фейс-кемпинг не банят, а если я ливаю, то софтбан... Чувак, еще раз уточняю, не если ты ливаешь, а если ты выдергиваешь шнур с интернетом, и ты за это ничего не теряешь. Если ты просто выходишь из игр, Escape Leaf, и теряешь свои капли, за это банить не будут, нет, по идее. ФПС, лучше оптимизация, постоянно работают на это. Ну, в самом деле, я думаю, что есть прогресса часто происходит, типа, критический баг. Прогресс это именно, они имеют в виду, наверное, на консолях ранг теряется, люди, типа, говорят об этом раньше. Соответственно, матчмейкин, ФПС ужаснейший, его на анфиксе надо оптимизировать. Нет, соединение с серваками есть такая же проблема, с сейвами, траблы, и... Конечно же, побыстрее догнать ПК-билд, это очень важно. Следы. Ну, в самом деле, что я хочу сказать, что, сейчас мы говорили, что мы не будем смотреть на то, что мы были, чтобы попробовать копировать, что мы были раньше, но, в основном, что мы говорили, что мы говорили о том, что мы имеем в виду, что мы можем сделать нашу систему нахуй и нахуй и нахуй и нахуй. Так что, мы будем смотреть на то, сколько времени они действительно занимают, чтобы появляться в игре. Возможно, они немного оптимизируют, то, насколько, типа, долго. следы на земле видны, типа, как долго они появляются, и всех такое. С перышком хотят разобраться, типа, как оно действительно работает и как оно влияет на следы. И еще трабло, то, что следы появляются, когда ты поднимаешь сурва. Вот это вот, она перечислила 4 вещи, которые очень хотят, ну, типа, будут менять, рассматривать со следами. на самом деле. я хочу остановить моего флота. И, обычно, потом мы geопишем, эти рулеты, все будет все понятно. Да. Да. Так. О, что, внови, уку-люзть безущественно не ремен — не умел к спорту. Есть даже б проще? В,к ? В,к ? » Сумеет, в какие-то 10 лет. Есть подтвердка, Какой-то баг про то, что у вегал. Что-то про охотницу сказала, типа бокса или что? Я не понял. Что-то там про голову вообще сказала. Дальше что. Потеря прогресса. Если вы уже написали в саппорт, вы можете дальше играть. Черт. То есть вам просто вернут бипишки. Сами разрабы не рассматривают каждый тикет. У них есть своя отдельная команда. Если вы будете пытаться писать в личку девам в твиттере, это вам не поможет, это не ускорит. Над этим работает команда саппорта. Это сделает сама техподдержка. Как вы написали, вы получите свои тишки. Нет, не расскажите нам. И это, наверное, ответа, которую вы получите от разработчиков. Да. Да. Дисконнекты. Люди спрашивали о количестве. Дисконнекты. У них есть целый список людей, которые дисконнектятся. По количеству дисконнектов за последний месяц. У самого нижнего в сотне, в топ сотне 95 дисконнектов за месяц. Дисконнекты. Некоторые люди дисконнектятся из 80% игр своих. И не надо так делать. За это вот сейчас будут карать просто. Итак, эти люди, мы имеем в виду. И мы имеем в виду их. Да. И... И, да... И, да... Да. И, да, если у вас плохой интернет, и вы часто, типа, вылетаете. То есть это, типа, серийные дисконнекторы. Да. Нет. Вас не будут за это банить. Будут банить именно серийных дисконнекторов, которые сами специально вылетают из матчей. Да. Специально обрубают свой интернет. Правила софтбанов все будут выложены. Как только эту систему введут, все смогут узнать правила, что делать, что не делать, за что их могут забанить и на сколько их могут забанить. Да. То есть это все, что я могу сказать вам сейчас. Правила будут очень-очень общественными. Они будут доступны для всех. И вы не сможете сказать, что я не знал. Это не правильная защита в любом стране. Нет. Арт-контест? Да, арт-контест. Арт-контест по арту. Они на этой неделе закончили рассматривать все. И у нас была команда, которая назвала их любимых. Мы коллажировали все это вместе. И последние результаты закончились раньше в Алиенуэре сегодня. И они будут анонсировать победителей, я думаю, на неделе. Это очень интересно. У меня есть несколько вопросов об этом. которые они анонсируют. То есть, вы можете закрепить флэшлайты? Потому что, когда пенелер смотрит на стену, он не может быть флэшлайдом. Это было бы предназначено. Так это было бы оборудование, которое я забыла. Так что флэшлайты сейчас... Есть два вещи. Есть аддоны, которые, возможно, немного... Упай. Есть аддоны, которые, возможно, немного... Упай. Так что мы посмотрим эти два вещи для флэшлайтов. Но... А также есть аддоны, которые уменьшают... Ну, там, типа, меняют луч. Упай. 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 Когда? Я не могу говорить о том, я уже говорил. Я в момент. Я в момент. Да, ты можешь прийти. Хорошо. Мы можем ответить... О, мы можем ответить... В последнее время. Ну, я... У меня есть круга веб, но я не хочу забыть. Но... Джорн просто ушел, так... Хорошо. Дежавю и ОПЕН-ХЕНДЕД Он пришел с реворка? Мы будем реворку много реворков, но мы, наверное, начнем с низкой списки. Дежавю, я думаю, на низкой списке. Попово Дежавю спросили. Короче, реворк перков, скорее всего, начнется с самых слабых. Но сейчас это, конечно, не самый главный приоритет, в зависимости от баланса. Будет ли карта еще какая-то на Хэдденфилде? Скорее всего, это будет не сам Хэдденфилд, потому что это лицензируемая локация... Ну, не локация, а карта. Но, типа, в городе, да, как там... И это только для одного специального... Ну, не помню, короче, может быть, будет что-то такое, да. Таким образом, нужно проверить на него. Это сложно, чтобы произвести... Пожалуйста, приезжай! Пожалуйста, приезжай! Это... Я могу сказать это? Это сейчас? Нет. Да! Окей, это был Оливье, наш... Брэнд Мантер? Брэнд Мантер? Да. Ээээ... Черити Пак? Доктор Куб изменения, прямо сейчас. И Черити Кейс. Вышел. Сегодня. Найс! Вот такие дела. Ээээ... С... Сра... Ха-ха-ха-ха-ха! Окей, сразу после стрима разрабов пойдем смотреть Черити Кейс. Я слишком мало, для того, чтобы Рейкер маневер. Окей. Ээээ... Ээээ, это я, ваш панелист. Привет! Эээ! Ну, да, Маклин к нам пришел. Давно его, кстати, не видели. Привет, Маклин! Так, а сколько он стоит? Ээээ... Да, Чарити Кейс когда? 120 рублей всего! Ты не спрашивай! Чарити Кейс вышел, guys. Нет, нет, нет. Сколько это? Я думаю, что это 499 рублей. 499! И я просто обязан это показать сейчас, куча всего, и буквально первой картинкой розовое полно для Адвайта. Здрасте. Угадайте, чье. Ни за что не угадайте, чье розовое полно для Адвайта. Чье же оно может быть? Наверное, не Тиана. Наверное. Не знаю. Ладно, надо переводить дальше шмотки, да? Да, мое розовое полно для Адвайта добавили. Розовая рубашка, по сути, ну... Рубашка слэш пола с желтым галстуком. Я не знаю, так что это 549. 26 косметических шмоток. 26 косметических шмоток. 26. Охренеть, как много. Серьезно, кто это спрашивает сейчас? Я знаю. 26 шмоток. И каждый цент... Каждый цент, собранный как бы за Charity Case, пойдет в поддержку фонда исследования мозга и поведения. Brain and Behavior, он сказал. Вот, исследование мозга и человеческое поведение. Вот такой вот фонд. В этот фонд пойдут деньги. И Behavior никак не связан с командой разрабов. Просто название такой фонда. Друзья, я думаю, я сейчас еще розыгрыш на Charity Case сделаю. После стрима. После стрима. На стриме. На стриме. Разыграем штук 10, 5, не знаю, 10, наверное. Итак, я очень-очень-очень рада, наконец-то поговорить об этом. Я буду работать об этом чуть-чуть. Я бы сказал, что за несколько минут. Хорошо. Вы готовы для Доктора Куба? Нет, я готов. Хорошо. Итак. И снова мы слышали подобное ответственность о Докторе, что игроки хотят способствующую, которая реализована в шаге. Это где они чувствуют, что он не имеет что-то. Ну, мы будем делать, что он имеет что-то. Итак. Сидите. Пойдите. Существующие, которые вошли от шоковой терапии, не смогли выполнить любую интеракцию за 2,5 секунды. О, мой бог! Это круто! Что мы делаем? Я буду спать. Я буду спать. Выжившие, в которых Доктор попал в шоковой терапии, 2,5 секунды ничего не могут делать. Люди давным-давно просили сделать так, чтобы шоковая терапия Доктора реально к чему-то приводила жесткому. Вот. Посмотрим, насколько мощным он сейчас станет. Вот. Также. Уменьшено... Также уменьшено этот... Ограничение скорости, когда ты свичишься между фазами Доктора, между режимами Доктора. Вот. В общем, Доктор теперь реально будет шокировать. Ха! Хорошо. Так. Другое крутое. Снап-аутовит, что теперь классификает как форма хилл. Мхм. Это означает, что вещи, которые аффекты хилл, как ботни-звучие, или дурцы, или мангл, или любое такое... Так же, выход из третьей фазы Доктора, она же снап-аутовит, влияет на... На него влияет все, что... Теперь он считается прохиллом. И, соответственно, на него все влияет, на что влияет вот там скорость прохила, там, нерсколлинг и всякое такое. И по ходу в снап-ауты вы добавили также скилл-чеки. Вот. При выходе из третьей фазы теперь будут скилл-чеки, и они будут вас подсвечивать. Все рандомные скилл-чеки, которые на экране появляются... Они ввели, встроили это в основную способность Доктора. То есть скилл-чеки теперь на первой фазе безумия 33% рандомно появляются, на второй фазе 66% шанс, и 100% шанс на на третьей фазе, соответственно. Вот. Дальше. Видео какое-то хотят нам показать. Снап-аутов это Дуайта. Он сфейлил скилл-чек. Он опять сфейлил скилл-чек. И... К нулю, короче. И кричит сразу. И сами скилл-чеки, ну довольно большие в принципе. О, за это очки дают. 200. В выживании. Снап-аутов 200 в выживании. Так. И что делают новые аддоны тогда? Раз они ввели в скилл-чеки как... Как бы они просто есть. Новое состояние, новая аффлекция. Это как это работает. Если вы получили этот аддон, любой из трех... Я скоро объясню. Каждые 20 секунд, полотеная палетка в определенной размере превратилась с полотенцем полотенцем, 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 полотенцем. Короче, иллюзорные доски с этим аддоном будут. В общем, ты к ней подбегаешь, она исчезает просто. Иллюзорные доски будут появляться что-то типа каждые 20 секунд, и более того, маньяк будет знать, что ты видишь иллюзорную доску, или типа того. Вот. Новый аддон, много текста. Сломанные доски могут появиться в... Но только на месте, где нет досок, где они сломаны были. На иллюзорные доски. Каждые 20 секунд идут в локации сломанной доски в 32-метровом радиусе от доктора. И он читает ауры иллюзорных досок. Ну и, соответственно, второй и третий уровень. А, это причем... Это только на третьем безумии такие доски появляются. Потом второй и третий, а потом начиная с первого. Вот. И радиус он лимитед. Это истинная версия. Это истинная сеть. Это истинная сеть. И это истинные снижения с любым текста. Все, кто-то. Да. Палеты на весь текущий. Хорошо. Еще раз, вопрос о чертахе. Что там стримерские есть? Я вижу метро. Я вижу бробики у сосисочка. Это абсолютно технические. Некоторые у нас есть на Twitch или YouTube. Но они истинные снижения или инфлюенсеры, я думаю. Правильно. Так. Кто хочет увидеть видео? Я вижу. Так, видео с досками. Как они выглядят вообще? Да, здесь мы идем. Хорошо. Сык. Сык. Оп. Я, в самом деле, очень весело записывать это. Фейково. Вы можете увидеть видео появленных аттракций на Двайт. Как? Это правильно. Ну, это было правильно. Ну, вы не думаете, что он скилл на него, но нет. О, да. Ну, при этом убийцы-то рядом нету. Вообще. Я просыпаюсь в футбол и кричу. Скилл чатер. Скилл чатер. Они повзют. Два это в розовой футболке обнимает меня. Успокойся. Это тебе приснилось. Да, значит, так сказать. Терри-ел, терри-ел, терри-ел. Терри-ел... Ну, это, значит, не реально. Конечно, это не будет. Однако это очень важно для застройки, потому что, когда у вас фейк-санер на тебя, не имеет свой зону. Это тоже дает тебе наиболее интенсивный радиус. Так, в основном, это убивает много информации, которые ты сможешь использовать в застройках. Дисциплину аддон тоже поменяли, который красное свечение показывает. Теперь он работает не рандомно появляется, а только тогда, когда за тобой начинает бежать маньяк, вот это красное свечение появляется на тебе, и будет длиться определенное количество времени. Сурвы на втором и третьем безумии, когда чейз начинается на 6 и 12 секунд, появляется красное свечение. Сурвы, соответственно, получают красное свечение и террорадиус, как будто сурвы прямо рядом с ними. Маньяк, типа, за спиной у них находится, вот. И доктор тоже видит это красное свечение. Доктор, типа, такой же безумный, как и выживший, вот, он вместе с ними разделяет их безумие, и вот. Всегда на втором, третьем, на определенное время. Ну и карта с нос не изменили, самую топовую, вот, то, что всегда красное свечение есть. Хотите ли вы увидеть еще видео? Не этот клип, какой-то другой. Еще должен быть. А другого клипа нет, к сожалению. Черт. Так, у меня добра не обновляется, сейчас надо его обновить сразу же. И еще одно, один итем в Доктор Кубе. Очень красный аддон. Видимо, переделать решили как-то. Потому что непонятно было описание, и я вообще не понимаю, что он делал. Текст обновили. Оп, нет, плохая идея. Стрим нельзя смотреть, когда обновляется игра. Да, нет, да, сори. Это я затопил. О, божечки! Ну, в общем, описание теперь, да. Такое, что, когда вы попали по сурву шоковой терапией, он получает что-то из вот этого. Один из вот этих дебафов, вот. Такое, я хочу ответить, какие-то планы, мотивации для убийства, чтобы бороться в Сурву-Френд-Скваде? Так, это был планы, как, в Бадж... Да, так, это была часть Родмапы, Бадж-система. 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 Какие-то спрашивают про Charity-Pack, зачем вы спрашиваете вопросы? Зайдите в Steam и посмотрите. Еще что-то Маклин хочет рассказать? Баг-фиксы какие-то. В патче. Баг-фиксы какие-то. В патче. Доктор, ну... Многих маяков ослепляли фонариком, когда они смотрели вниз. О-о-о... Вниз это, типа, не помогало, теперь это помогает. Так, да. Установлен вопрос, вызвав очень слабые фрейм, во время спектрирования. Хорошо. Это звучит хорошо для меня. Установлен вопрос, что вызвало в Сурвейвов, начать встать, до конца шпакта. Уже мы уже встали встать, встали встать. Да. Что-то, что меня встал, когда я увидел, это... Я всегда... Я всегда... Я всегда встал, после того, как... И тогда... О-о-о, черт! Я должен сделать это все снова. Да. Доля секунды... Вот этот баг был, то, что... Когда ты третью фазу сбиваешь у доктора, ты вставал на секунду. О-о-о... Это выглядит хорошо, да? Да. Мне нравится. А также стоит отметить, что это целая 75%... Редакция. Что-то про Decisive Strike. Сейчас прочитаю. Скорость по стуну при 75%. Это увеличивает speed, на которую вы выислили. При 75%. Как... Если последние 4-33 секунды для всех уровней... То есть, если я бы удалить это 75%, то я бы, как, субтратить 75%. А-а-а... Короче, Decisive Strike всегда станет на 4,33 секунды при тридцать сотых. Теперь он будет правильно станеть на первом, втором и третьем уровне один на одинаковое количество времени. Если ты делаешь 1, 1 плюс 0.75, ты делаешь матч, и это выходит до 43% на стун лайн. О, да, я видел. Да, я видел несколько доказательств с геймдизайнерами о том, как мы хотим получить эту информацию. В общем, это означает, что это будет достаточно аккуратно сказать, что это 43% на стун лайн, пока мы имеем 2 различные эффекты, чтобы улучшить реймдизайнерами. Так что они не будут добавлять это так же. Так что это такое. В общем, Эндуринге сейчас очень хорошо против Дисисиев Strike. Когда мы были в этом, у нас есть проблемы с Дисисиев Strike, что позволяет все уровни Дисисиев Strike стуну за 4.33 секунды, вместо того, что они сказали, что они были делать, это было также решено. Теперь это 3, 3.5, и 4. Да, так. Так что есть также небольшая редакция в основном плане Дисисиев Strike стуну, для тех, кто следует в доме. Хорошо. И последнее, и, может быть, последнее, решено решение, которое избежало специального скиллчека от оверчарджа от трагеряда при установке нового парта. Но это не последнее. Есть 2 другие вещи. О, да? Да. Есть Асайлум, но я не знаю, что это было решено, и вы решили, что это решено, и вы решили, что это решено, когда ты начинал чинить новое партом. Ну, такое. Да. Кротус исправили, какой-то бага на Кротусе была. Ну, снаружи куда-то можно было выйти в Кротусе через стены, по всей видимости, или на крыше. Нормально, что ты видишь, ты получаешь как пип, ты должен получать в твоем системе рейтинг. Хорошо. Это все, что ты получил для нас? Я имею в виду, это уже много вещей. Я уже говорил, что я быстро сказал. У людей нет времени говорить сейчас, потому что надо идти играть в Черити Пак. Как я могу рассказать людей, которые используют Асайлум, когда я имею несколько доказательств, но это... Ну, а сейчас, собственно, наша любимая рубрика всегда на стриме Разрабов From the Web. Клёвый торт. 22. Майкл Крюки. Ворона прикольная. Клёвый. 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 Очень красиво. Я хочу читать комик, который сделан так. Потом на видео с Мином, Типа, она же девочка такая, вот, ну это так же прям по лору Очень странная смена причесок у персонажей и лиц вообще Вот Бухни водку с сущностью НЗ, это неизвестный случай? Нет, это, по-моему, неизвестный Ну, это точно русский Вроде неизвестный, вроде его подпись Как такая мелкая псори С огромной просто охотницей Русское имя, говорят, там какое-то не стали... не могут воспроизвести генный косплей, есть у него даже какое-то ютуб видео, как он все это делал И Свивен Фокс, постоянно арты делает какие-то... прикольно вообще Бедный Джейк Да, фиксы на консолях, ну, типа, блин... В ближайших апдейтах, как только девчонки еще выйдут ... чт, по-моему, неизвестный случай для получения патча на консоль. Да, мы поговорим немного об этом. И это не потому, что мы не волнуем тебя, потому что я видел это много в этом. Это не почему мы это делаем. Мы пытаемся сделать это на консоль асап, но есть несколько шагов, которые мы должны сделать. И многие из этих шагов они полностью от наших рук. Как мы уже говорили о том, что сейчас мы опустили все наши шаги, и мы поставили это в руках Microsoft и Sony, и они исследованы, они собираются все эти шаги, они проверяют все, чтобы все мы сделали, что мы сделали это хорошо для их консоль, и мы пока не услышали. Это немного грустно для всех, но потом опять же, это как консоль успел сохранить свой уровень качества. того, что он хочет. Так что, давайте проверить это за секунду. Я просто пытаюсь ответить вопрос. Если у вас потерянный документ или потерянный документ, я повторюсь, опять же, вы контактируете поддержку в бхвр.ком. И вы не контактируете разработчиков. И, да, для ответственности на вопрос, часть обновления доктора там что-то по консоли про то, что уже говорили, короче. И на доктора вроде как кастомизацию новую добавили. Кастомизация на доктора вместе с и, соответственно, изменениями. Клево. неудобно, что это возможно что-то из-за чего-то. Наверное, да. Я думаю, это был хорват. Я думаю, это был хорват. Окей. Не, что мы любим поднимать ножки, но, понимаешь, все нужны для хобби. Как мы знаем, это очень важно, узнать, кто ответил, да? Это первый... Это первый шаг в решении проблем. Окей. Что-то про хорвата сказали. А, он что-то зафейлил, видимо. Стефан. Стефан Хорват. Серьезно? Хм-хм-хм-хм-хм. На охотнице тоже в чате пишут. Посмотрим, зайдем. Сейчас все посмотрим. Что еще у нас есть? Это все? Я думаю, что это достаточно. Люди уже уходят. Они проверяют обновления, играют в докторе, и они проверяют сладкие вещи в чашечке. Так что, давайте закрепить все и сказать, что у нас сейчас модераторные тесты. Это интересно, у нас новые люди учатся. Все, новости, summary, заканчиваем. Идем играть, смотреть, кастомизацию нового нового доктора. Косплей-контест сейчас, арт-контест закончен. Моддеров новых уже набрали, и они теперь тестовый перевод проходят. И все. И все. Черити-пак и большой куб доктора изменения. Все. Все. Спасибо всем всем, что присоединиться с нами. Спасибо, Бьорн, что делали это весело. Спасибо. Всем спасибо. И вы, уходите до следующей недели, когда вы вернете сюда, чтобы мы можем общаться. До свидания. Все. Отлично. Всем спасибо, кто смотрел. Пошли смотреть новую кастомизацию. Покупайте черити-паки. А я еще и разыграю парочку. Так. Окей. Вырубаем рабочий стол. Вырубаем вот это все. Все. Мне надо обновить. Спасибо.